Продолжение следует... 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 Или, например, Железный Отец Кристос, который, наоборот, все время топил за полное избавление от эмоций и все время противостоял Фейросу. Он бы с удовольствием видел Фейроса не как Железного Отца, а как Дредноута. И однажды, на фоне фейла клана Руакана, которые попали в засаду и лишились практически всех бойцов, они сцепились. Предлагалось в наказание за позор распустить клан Руакана, но Фейросу удалось убедить совет в том, что сломанную машину можно не только выкинуть, но и подчинить. И она, возможно, будет работать даже лучше, чем раньше. И Христос увидел в этом возможность подвести Фейроса под это дело и избавиться от него. Но в результате, на дебатах, Фейрос его переиграл, как раз за счет того, что не отказался от эмоций. Но восстановление клана Руакана поручили как раз Кристосу, который как бы встал на сторону Фейроса в этом вопросе, чтобы заманить его в ловушку, но оказался в ловушке сам. Впрочем, с этим Кристосом вообще все плохо в результате кончилось, потому что оказалось, что вот этот отказ от эмоций, он был замыслен неким демоном сапфировым королем, который в результате привел к падению Кристоса. Потому что эмоции, которые подавляли в себе Кристос и его последователи, в результате вырвались наружу и они все превратились в таких техноспавнов, которых пришлось уничтожать Фейросу и его последователям. Которые как раз высвободили свой гнев, свои эмоции и смогли убить и всех спавнов и запечатать самого демона. Ну и на этом фоне, на отказе Фейроса принимать только железную логику металла и все-таки оставить себе что-то человеческое, хорошо заходит тема Примарисов. Потому что когда стало известно, что Примарисом может стать и старый космодесантник, Фейрос был в первых рядах. В Примаризации Фейрос нашел для себя идеальное решение стать сильнее, эффективнее на поле боя, но при этом не разменять свою душу, свои эмоции на холодный металл. Примаризации Фейроса